Мои дамы и господа, я хочу вас сердечно поприветствовать на нашей лекции на тему «Почему мы такие модерны?». Может быть, часть из вас задавалась вопросом, почему название лекции «Ни почему мы постмодерны?». Ведь уже несколько лет говорят об эпохе постмодерна. Это означает не более чем «послемодерна». То есть в то время, когда я рос, тогда люди были модерны, а во время моих детей они стали постмодерны. Да, потому что нельзя наверняка сказать, что же будет после модерна, так как постмодерн мы уже говорили. Но тогда можно сказать «такие модерны», тогда они постмодерны. Поэтому наш вопрос звучит «почему мы такие модерны?». Потому что кто-то из нас модерн, а кто-то уже постмодерн. Сегодня речь пойдет о следующих вопросах, за которыми мы хотим проследить. Почему мы думаем так, как думаем? Почему мы живем так, как мы живем? Откуда у нас такие убеждения? Кто повлиял на наши взгляды? На чем основаны наши убеждения? Действительно ли мы свободны и независимы решили именно так думать и жить, как мы живем? Как видите, это все очень важные основательные вопросы. Но вначале мы хотим совершить путешествие к хорням нашего мышления. И тут мы могли бы вернуться на две тысячи лет назад. Могли бы также и на две с половиной тысячи лет назад, или еще больше. Но в одной лекции мы должны как-то немного ограничиться. И сегодня, во второй половине дня, довольствоваться мало. И я предлагаю нам вернуться примерно на полутысячелетие назад, во время 1500 лет после Христа. Это было время Мартина Лютера, ну и, конечно, многих других современников. Мартин Лютер жил с 1483 по 1546 год. Он был монахом Ордена Агустинов. Он также исполнял обязанности профессора богословия здесь, в Германии. Он сделал большой цикл лекций, к примеру, о послании к Галатам, также относительно псалмов. И через это изучение Библии на протяжении многих лет повысился его духовный уровень. И вот в то время, когда монах Ордена Августинов Мартин, монах Мартин, также посетил однажды Ватикан в Риме. Это было, как вы, может быть, знаете, время, когда строился Петровский собор. Это гигантское строение. Это было также время, когда для этого нужно было собрать очень много денег. В Германию тогда приезжал господин Тецель. Он собрал массы денег. С того времени пошла поговорка, «Коль деньга в мешках звучит, душа с чищилища бежит». Итак, монах Мартин все это видел. Видел также то, что в Риме строится. Это его так серьезно потрясло, как католика. Что происходит? Я же уже говорил, он Библию изучал. Большинство людей тогда, они не могли Библию читать. Она была доступна лишь для тех, кто знал латынь. А простые, обычные люди не могли по-латыни. Но если бы они могли, они бы тоже не имели права читать Библию, если они не были толкователями, монахами или священниками и тому подобное. И вот монах Мартин, читая Библию, все это наблюдал, и это его очень-очень взволновало. И в итоге он сказал себе, «Мы же невероятно удалились от изначального христианства». И он это сделал не из-за своего большого самомнения. Он ведь был в той же лодке. Он сказал, куда мы пришли, а не куда вы пришли. Мы должны опять вернуться к корням христианства, так как это можно потом прочитать в священном писании. Так он пришел к идее выдвинуть 95 тезисов. Они должны были стать точками для дискуссии с его студентами, обсудить то, что же все-таки с нами, христианами, произошло. И когда он их потом открыто вывесил на такой великолепной двери в короткое время без факсов и имейл, это распространилось по всей Европе. Это был удар Грома. Ведь он хотел только со своими студентами на эти темы задуматься, поспорить, но это ударило. С этого началась реформация в 1517 году. Он эти тезисы вывесил 31 октября. Его желание было не разрушить церковь, но его желание было реформация. Что значит обновление? Он хотел церковь развернуть обратно, помочь, чтобы они могли вернуться к корням христианства. Но так возникло движение, которого он себе и представить мог. Итак, он узнал, что церковь, мы, не вы, мы, отдалились далеко-далеко от истоков христианства. Ему стало ясно, мы должны обратно к корням. К Библии. Ему также стало понятно, мы должны признать, как основной принцип соло-скриптура, в переводе на русский только священное писание. Или, если вы раскроете это понятие, только через священное писание можно узнать, что есть истина, а что является заблуждением. Назад, к Библии. Тут у нас есть единственное основание, по которому мы можем судить, что мы, люди, позже, на протяжении столетий, прибавили к христианству, а что действительно соответствует намерениям Господа нашего, Иисуса Христа. И было сделано ударение. Библия это единственный фундамент. Если мы опираемся на решение консилий, на высказывания кардиналов, пап, мы опираемся только на людей. Но если мы Библию берем серьезно, как слово Божье, ведь католическая церковь всегда учила, что Библия является Словом Бога, тогда мы можем узнать, что люди к этому додумали и что они все-таки подтвердили. Ведь некоторые консилии были не что иное, как подтверждение того, что можно прочитать в Библии. Например, консиль в Ницце, 325 год, который подтвердил, не открыл, а подтвердил, что Сын Божий подобен Отцу. Или консиль Константинополя несколько десятилетий спустя подтвердил, Святой Дух является Богом. Это не какое-то безвлекое сило. Но это уже можно прочитать в Библии. Там все это подтверждается. Библия учит тому же самому. Но потом появились решения, которые открыто противоречат Библии. И тогда только благодаря Библии мы можем узнать, что действительно является христианством, а что дело рук человеческих. Христовые походы это христианство? Нет. Библия учит чему-то совсем другому. Церковь не имеет права вести войны. Государство это другое дело. Церковь это же не государство. Да? Государство, если речь идет о защите граждан, но церковь не имеет права вести войну, исходя из Библии. И апостол Павел так говорит в послании к официанам 6.12. Наша брань не против крови и плоти, но против мира правителей века сего, против духов злобы поднебесных. Существует только духовная борьба, а не военная борьба против плоти и крови. Итак, Мартин Лютер также подчеркивал, Библия имеет авторитет под всеми сферами жизни. Не только тогда, когда она говорит о милости в потустороннем мире, о небесах, а также о вещах этого мира, о семье, об обществе, о работе, также об этике. Это верно, что верно и что неверно. Если она говорит о работе, о науке, о политике, мы должны обо всем судить, исходя из Библии. И все это мы в свете Священного Писания должны сделать заново. Это многих других людей также побудило примкнуть к реформации и дальше задуматься. В Цюрихе, например, Удрихт-Вингли, во французской части Швейцарии Гийом Форель, в Женеве долгая деятельность Жанна Конвина, в Страсбурге, а также позже в Кельне действовал Мартин Буссер. Это все были люди, понявшие, да, в Библии стоит ответ. И там также не стоит, что мы, благодаря собственным усилиям, должны заслужить Царствие Небесное. Более того, Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Послание к Римлянам 3, 23. Только из доверия к милости Божией из-за того, что Иисус Христос за наши грехи на Христе умер, мы должны спастись и можем иметь уверенность относительно того света. Эти люди начали об этом возвещать. И были тысячи монахин и монахов, которые были так счастливы. Они жили в постоянном беспокойстве. Что же я должен сделать, чтобы Бог был милости в ко мне? Они знали, мы ничего сделать не можем. Они находили зло в самих себе. Хотя и не были преступниками. Они осознавали, в наших сердцах там пропасти. И почему в наших сердцах есть эта тенденция, что мы именно к злому притягиваемся? И тут они узнали, милость Божия дается даром только через веру в Иисус Христа. Мы будем Богом милостиво приняты. Если мы нашу личную вину Ему в молитве признаем и в дело спасения Господа Иисуса Христа верим. Реформация стала движением и оказала невероятное влияние на другие сферы. Одно слово о реформации и науке. Реформаторы говорили, Библия свидетельствуют о Боге как о Творце. Это должно было для нас быть поощрением, заниматься наукой, так как если мы исследуем природу, то мы больше узнаем о мудрости и величии Бога. Тот же самый Бог, который нам встречается в Библии, тот же Бог является нам через свои деяния в природе. Итак, это было поощрением проводить научные исследования. И как раз в тех странах, где реформация очень сильно подействовала, современная наука получила огромный подъем. Одним из этих великих ученых был сэр Исаак Ньютон. Он жил в 1643 году по 1727. Это был английский астроном, математик, физик. Он относится к самым значимым исследователям в истории. Но это только один пример. Вообще, великие ученые того времени занимались наукой, чтобы со всем старанием познать величие Бога. Итак, вы видите, возвращение от Библии и науки, что это не что-то такое, что друг друга взаимосключает, а это как раз что-то, что себя оплодотворяет. Кстати, Исаак Ньютон писал также комментарии к Библии. Он не только открывал законы физики, этот самый Ньютон однажды сказал, кто поверхностно занимается физикой, тот может верить в Бога. Кто ее до конца продумывает, тот должен в Бога верить. И это был величайший исследователь всех времен. Одно слово о реформации музыки. Иоганн Себастьян 1685-1750-1750-й год рождения, тоже был под глубоким впечатлением милости Божьей. Не мы можем что-то производить, а Иисус Христос, который все для нас сделал. Он был тоже ревностный читатель Библии. Его двухтомная Библия на немецком языке еще сегодня хорошо сохранилась. Видны многочисленные заметки на полях, которые Бах написал. И это было также его мотивировкой композиторства. И когда Себастьян Бах привел музыку страны заходящего солнца к высшей точке в связи с развитием многоголосной музыки, которая является феноменом в христианстве, многоголосная музыка ни в какой другой культуре не развивалась, как только в христианстве, чтобы со всем старанием усилить восхваление Бога. И Бах под впечатлением милости Божьей это еще дальше доработал. И он действительно, например, многочисленные фуги довел до абсолютной высшей точки. Его больше никто не смог превзойти. Но его мотивацией было то, что он над всеми своими композиторскими листками писал С.Д.Г. Соло Део Глория. Одному Богу хвала. Для него не было разницы между мирской музыкой и духовной музыкой. Для него каждая музыка была духовной, так как она должна была быть это только инструментальный, например, Брандебургский концерт, или его страсти по Матфею. Все должно было быть во славу Бога. То есть мы видим так же, что возвращение к Библии культуру никак не ограничило, а как раз наоборот, в различных отношениях покровительствовало. Это можно было бы и в связи с живописью изложить, но я не художник, так что оставим это. Итак, перейдем к теме религиозные войны. Речь пойдет о том, позволит ли церковь, в которой Мартин Лютер служил монахов, себя реформировать или нет. Но это исторический факт. Католическая церковь, как система власти, не желала поворота к Библии, одной Библии. Я уже говорил, что тысячи монахов и монахинь и, конечно, так же люди простого народа радостно приняли Божью милость. Они с радостью начали читать Библию, потому что она первый раз в большом объеме была переведена на языки разных стран. Так обычные люди получили доступ к Библии. Многие так радовались тому, что они нашли. Но трагедия в том, что практически никто из высокопоставленных толкователей до ранга епископа и выше было бы известно, чтобы они тогда обратились к Библии, только одной Библии. Это были все, кто внизу, ниже ранга епископа. Но тогда, конечно, священники, монахини и монахи, и нормальные люди. Да, они массами. Какой же мы можем из этого сделать вывод? Это связано как-то с темой власти. Если кто-то имеет больше власти, кому просто труднее что-то переменить. Итак, церковь, как система власти, тогда решила помешать реформации и через войну это привело к антиреформационной Европе 16-17 века со страшными войнами. Например, назову Шмалькальдийскую войну 1546-1547 годы, потом жестокие войны против гугенотов 1562-1598 годы. Десятки тысяч гугенотов были убиты или упрятаны за решетку. Подумайте о Марии Дюрен на юге Франции. Можно даже сегодня увидеть тюремную крепость, где 16-летняя девочка попавшая в эту тюрьму и она должна была только сказать Жабжур и ее бы выпустили на свободу. Это значит я отрекаюсь. Я отрекаюсь от веры в то, что я только через доверие и милость в Иисуса Христа спасусь. Хотя можно было бы сказать, я отрекаюсь и можно было бы выйти на свободу, но эта девочка, вышла из тюрьмы уже старой женщиной и, конечно, незамужней больше. И еще сегодня можно увидеть, как она ногтями на камне нацарапала на французском языке резисте противостоять. конечно, много других женщин тоже попали в тюрьму, и это придавало им мужество. Оставайтесь вере, преданы Библии, не сдавайтесь, мы должны противостоять. это об гургенотских войнах. Позже тридцатилетняя война была религиозной войной, 1618 по 1648 годы. И эта война Европу и все, что сегодня является Германией, погубила. это было время, эпоха, которая началась с Карлом V, императором, который развязал уже Шмалькальдийскую войну, чтобы это движение обратно к Библии подавить. Рассмотрим теперь последствия религиозных войн. После тридцатилетней войны, тогда все устали. Стоит ли так стоять за веру, если такое получается? В этом климате усталости возникло время просвещения, новая эпоха в Европе, которая оставила глубокий след в истории мышления. В эти последующие десятилетия многие интеллектуалы Европы отворачиваются от христианской веры. Одним из них был Вольтер. 1694 по 1778 годы рождения. Он был известен как насмешник над христианством. Остроумный человек. он сформулировал слова «Le dogme apport le fanatisme». Догма приводит к фанатизму. Он говорил, «Вы больше ничего не хотим иметь общего с христианством, с католической церковью, с библией, все это ведет к фанатизму. Люди только убивают друг друга. У нас же есть наш рассудок, рацио. Поэтому это время называют также рационализмом. Это единственный способ, чтобы мы могли узнать, что правильно, а что неправильно. наш разум. Мы должны нашим разумом пользоваться. И тогда у нас будет возможность ориентироваться. Время от времени я буду в течение лекции добавлять что-то от себя лично. Вольтер и мы. Для Вольтера, хоть он и был презентабельным французом, но для него было воскресенным следующее сравнение. Католическая церковь, реальная церковь, какой она была. Плюс религиозные войны равняются христианству. Делаем мы тоже такое же сравнение. Я так часто встречал людей на улице и так далее. Они делают то же самое. А, не говорите мне о Христе, христианстве и Библии. Вы что не знаете, что тогда произошло во время религиозных войн? А еще раньше крестовые походы. Страшно. Что тогда творилось? кровопролитие? Что натворила церковь? Что вы тогда скажете? Тогда можно сказать, да, мы должны делать отличия между первоначальным христианством, так, как учил Иисус Христос и апостолы, его последователи. так, как мы в Библии и в Новом Завете читаем, и мы должны это отличать от того, что люди, и, конечно, мы, тоже относимся к этим людям. Что люди позже неправильно сделали. Но Вольтер это отличие сделать не мог. Для него все было в одной мусорнице. Иисус Христос и его жизнь, как она описана в Евангелии, то действительно не может быть никакого сравнения, когда мы видим, как он относится к людям, в том числе и к своим врагам. Да, это, конечно, совсем другой масштаб. Но не правда ли противники христианства, они охотно принимают эти заблуждения, чтобы как-то себя оправдать, потому что какое-то сравнение с Иисусом Христом, то он должен всегда отступать. Это сравнение никто из нас не осилит. Другой важный человек посвящения был Эммануил Кант. Француз Вольтер, не правда ли, он немножко далек от нас, но Эммануил Кант, как немец, нам уже намного ближе. Он жил с 1724 по 1804 годы. Он произошел, кстати, из одной почтенной семьи, для которой очень большой ценностью было полагаться на личное отношение к Иисусу Христу, к Богу, но Эммануил Кант по-другому развивался в духе того времени. Он был одним из великих мыслителей новой эпохи просвещения. Он даже очень выразительно описал, что такое просвещение в своем сочинении. Ответ на вопрос, что такое просвещение из берлинского ежемесячника 1784 год. И там я цитирую дословно его определение. Просвещение это выход человека из его самообвинительного несовершеннолетия. Несовершеннолетие это неспособность пользоваться собственным разумом без чьего либо руководства. Самообвиняется это несовершеннолетие, если причина его не в недостатке понимания, а лежит в намерении и мужестве себя самого без чьего либо руководства обслуживать. Сапере ауде по-русски «Быть разумным, рискни, имей смелость сам управлять своим собственным разумом». Итак, это девиз просвещение. Итак, он здесь объясняет, мы, люди, должны быть эмансипированы. Слово эмансипация в переводе с латинского дословно из руки выходить, быть самостоятельным. То есть не эмансипированный он будет еще ведом кем-то, кому он дает руку. Да? Ребенок охотно дает свою руку отцу или матери и позволяет себя вести. А эмансипация это когда кто-то руку отца оставляет и говорит вот так, а теперь я решаю сам. Просвещение это призыв к эмансипации. Руководством не должна быть больше Библия или церковь или какие-либо люди, но каждый должен сам решить с помощью своего собственного разума. В этом месте я хочу кое-что прочитать из Нового Завета. Господь Иисус Христос рассказал однажды открыто притчу о блудном сыне. Связь поразительная. Евангелие от Луки 15.11. Еще сказал у некоторого человека было два сына и сказал младший из них отцу. Отче, дай мне следующее мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрав все пошел в дальнюю страну. И это эмансипация. Сын отделяется от отца. Иисус Христос в этой притче об отце тут и двух сыновьях сравнил с Богом отцом на небесах. Только младший сын хочет сделать себя самостоятельным. Он не желает больше быть руководимым, а хочет сам своим собственным разумом себя вести. И так мы можем сделать связь с высказыванием Канта. Просвещение это выход из самообвинительного несовершеннолетия. Позже мы еще вернемся к этой притче. Я хочу в общих чертах нарисовать развитие мышления в Европе. А было так, что в 18 веке во время Просвещения философы в общем-то верили в Бога. Или я должен сказать, верили в единого Бога. Они говорили, конечно, Библия не является Словом Божиим, церковь нам вообще ничего не может сказать, но, конечно, если мы думаем о мироздании, да откуда-то должен, чтобы был появиться порядок. Это ясно, что Бог-Создатель существует, но этот Бог-Создатель с нами ничего общего не имеет. Он далеко-далеко от нас. Бог не участвует в беге истории, поэтому не имеется также неестественных вещей. Все, что тут неестественного, не соответствует разуму. Этого не существует. Но они, они все же признавали, Бог есть, но Он только далеко от нас, и у нас с Ним нет связи, и Он не ищет связи с нами. Но это было начало дальнейшего развития. Мышление становится все более самостоятельным, оно никогда не стоит на месте. Так пришло девятнадцатое столетие, так называемое столетие атеизма, где говорят, что Бога нет. Важным лицом в этой связи был Чанс Дарвин, 1809 по 1888 годы жизни. Этот человек первоначально атеистом не был. Он даже изучал богословие, кстати, до степени бакалавра, но не более. Это как-то он себе сказал, все, что связано с богословием и с Библией, это все не мое. А позже он развил совсем новую теорию эволюционное учение. Это правда не было его оригинальной идеей, но он решил то, что было раньше собрано, то, что было уже готово, свести вместе в одной книге, как будто взрыв вывести в свет. И это был 1859 год. Происхождение видов путем естественного отбора. При этом он сказал, мы относительно начала происхождения жизни не должны верить в Бога. Мы можем в конце концов во всем сослаться на существование законов природы, что все развилось само по себе. Из простейшего первоначального образования такой грозевой массы все выше, через рыб, потом амфимии, рептилии, все выше, до млекопитающих. Все это он представил в этой книге. Климат мышления в то время как раз созрел для того, что многие интеллектуалы нашли. Это же так здорово то, что этот Дарвин нам тут представляет. Я имею в виду, кто-то мог такую книгу еще сто лет назад написать, но она бы никогда не пришла и не прошла, потому что климат мышления в Европе для этого еще не был открыт. Идейные просветители они бы сказали нет, так не пойдет, этот порядок не может быть ниоткуда. Мы же знаем с повседневности, если все пустить на самотек, то кругом будет беспорядок, это знает каждый домохозяйка. Через случайность порядка не будет, а высшего порядка тем более. Они бы сказали нет, так нельзя, но в 19 веке климат мышления создел для этого. Здорово. Но еще не так созрел. Скажу больше, это пришло в 1871 году с выходом новой книги «Происхождение человека». Тут Дарвин еще дополнил то, что в первой книге об эволюции еще не написал. Конечно, человек тоже не исключение, не исключен из общего развития. Не только за обезьян, да? А еще немного дальше все расставил по местам. Атамёба до Гёте. Человек тоже просто следствие случайного развития, управляемого законами природы. Бог не нужен. На эту книгу клюнули не только обыкновенные люди, но и многие интеллектуалы. Но если посмотреть на жизнь Чарльза Дарвина, это как-то трагично. Вся его жизнь была постоянная попытка убежать от Бога. Почитайте в его письмах, которые опубликовал его сын, Фрэнсис Дарвин. Почитайте в его автобиографии, и вы поймете, этот человек был внутренне полностью искалечен. Я уже говорил, если я занимаюсь темой устройства глаза, я своими словами скажу, у меня просто голова кружится, как все это так могло просто образоваться. Но вы понимаете, в своих собственных рукописях и статьях этот человек был вдоль и поперек разорван. Он был в бегстве от Бога. Он страдал долгие годы от тяжелых психосоматических нарушений, которые сегодня можно объяснить как следствие тяжелых угрызений их совести. И Эмма, она не былась на его линии. Я должен объяснить, Эмма, это его жена. она боролась с идеями своего мужа. И если дальше рассмотреть историю его жизни в более поздней фазе, он сам пишет, я потерял смысл в красоте природы и музыки. Прекрасная музыка для него уже не была ничем прекрасным. И природа стала холодной и мертвой. и это старик Дарвин, для которого мир стал холодным и пустым. Туда его привело собственное мышление. Не правда ли? Вам может быть известно, что 2009 год является годом Дарвина. Он был рожден в 1809 году, жил до 1882 года. И так, 200 лет с рождения Дарвина. И вы будете в средствах массовой информации много слышать о Дарвине в этом году. Радио, телевидение, газеты и так далее. В школах будут говорить о Дарвине и о том, как он революционизировал мышление. модернное мышление существенно продвинул. Мы тут в Меминге уже хорошо увлечены. Как раз в самом начале года занимаемся Дарвином и даже очень лично Дарвин и мы. И задаемся вопросом, благодаря чему мы верим в эволюцию? Хорошо. Я не схожу из того, что все тут в эволюцию верят, но если мы в эволюцию верим, то мы должны себя спросить, почему мы этому верим? Какие действительно основания, которые нас убедили? Совсем лично. Без того, чтобы отвечать. Это не опрос. Я неохотно задаю вопросы, когда люди поднимают руки и так далее. Нет. Нам тут так уютно всем вместе. Мы можем так и оставить, как есть, да? Просто лично. Почему я верю в эволюцию? Было ли это из-за той картинки, которую мы все видели еще в детском возрасте, обезьяна, а потом следующее существо уже немного поднявшееся и все дальше до прямой походки. Если вы благодаря этому верите, то вы попались на обман. Это же все сфабрикованные вещи. Эти картинки не доказательства. Почему вы верите? Почему вы верите? Были найдены кое-какие кости. Вы эти кости обследовали? И можете быть уверены, что эти кости однозначно говорят о таком развитии? Ископаемые? Да. Ископаемые – это прекрасно. Но можно ли на основании окаменелости верить в эволюцию? Что нами движет? Может быть, мы реализируем большинство ученых верят в эволюцию? Да. Хорошо. Это сегодня. Но так же было не всегда. В ранние времена блестящие ученые были убеждены – Бог есть, Галилея Галилей, Исаак Ньютон, Кеплер и так далее. Это все были верующие люди, глубочайше убежденные, что этот порядок мирозданий, который мы наблюдаем, говорит о том, что все Божье творение. Почему же мы тогда верим в эволюцию? Что нас убедило? А теперь утверждение, как удар молнии. Эволюционное учение стоит в противоречии к наблюдаемым данным точных наук о природе, точного естествознания и естествоведения. Под термином точные науки, точное естествознание, я подразумеваю следующее. И правда ли? Точное естествознание занимается только вещами, которые мы с помощью эксперимента так часто как угодно можем повторять. Мы это знаем в химии, физике и так далее. Науки, занимающиеся вещами прошлого, которые нельзя повторить, просто потому, что они прошли и больше, никогда не повторятся и были только один раз. Эти науки нельзя назвать естествознательными. это просто науки. Но точное естествознание это другое. В английском языке можно отличить так. Говорят от soft sciences и hard sciences. Мягкие науки и жесткие науки. Мягкие это те, которые нужно всячески подтасовывать и предполагать. История это мягкая наука. Мы же историю с Наполеоном не можем повторить. Мы можем только остатки исследовать и интерпретировать. А жесткие науки это физика, химия и так далее. Где вещи можно повторить. Эволюционное учение сегодня противоречит наблюдаемым данным точных наук. Потому, что наша тема не Дарвин и учение эволюции. Приведу только один пример. Итак, поскольку я сам не химик, сошлюсь на Бруно Фольмерта. Это был человек, которым вы, как немцы, можете очень гордиться, так как это был один из величайших макромолекулярных химиков двадцатого века. Это был профессор в Австрии, а также в университете в Карлс-Руе. Рожден в 1920 году. Он был величайшим специалистом для макромолекул. И так ли? Мы все знаем, материя состоит из атомов. И атомы – это основные составные частички материи. Их можно составить вместе в более крупные частицы молекулы. Например, вода – это H2O, два атома водорода и один атом кислорода. Получается вода. Но эти молекулы, конечно, можно сделать больше. Если разные молекулы между собой скрепить, тогда получатся еще большие молекулы. И уже совсем большие молекулы. Их называют макромолекулы. Это очень важно для экономики, так как в индустрии многие материалы изготовлены из макромолекул. У Бруна Фоймерта тут очень большие заслуги. Кстати, наибольшая молекула, известная нам, это ДНК. Это огромный молекул, который имеется в каждой клетке нашего тела. Химическим шрифтом практически из четырех букв написано в моих клетках, как нужно построить Рожера Либи. Все, да? Также цвет глаз и все, что с ним связано. И у каждого крокодила написано в ДНК, в каждой клетке, как надо построить крокодила. В каждой горошине стоит, как построить горошину. Это грандиозно. У человека эта молекула такая длинная, что если ее можно было бы вытянуть во всю длину, развернуть, то будет один метр метровой длинной шнур. Фантастика. Так компактно записана эта наследственная информация. Это фантастично. Бруно Фольмерт написал книгу «Молекула и жизнь» о молекулярном происхождении жизни, о чем Дарвин знать не мог, и дарвинисты знать не желают. Райнбек, 1985 год. То есть, это можно уже несколько лет как посмотреть. Бруно Фольмерт, как один из величайших специалистов по образованию макромолекул, говорит следующее. В природе молекулярные цепи очень рано врываются. При известных условиях вода и тому подобное, но после определенной длины они ломаются. В химии имеются очень ясные законы равновесия. Вы можете к любому химику обратиться и с ним переговорить. Он скажет логично, законы равновесия имеются. Такие условия первоначального супа Оскара фон Миллера, который делал опыты в 50-х годах, как могла случайно образоваться первая клетка. Тогда он понял, да, с этой атмосферой и кислородом это невозможно. Мы должны предположить, что изначально кислорода не имелось на Земле. Это было бы неприятно для нас, да? Мы прожили бы всего три минуты, но он говорит, тогда не было кислорода, так как с кислородом, так и так ничего бы невозможно было. Потом он для своих экспериментов предположил различные условия, чтобы просмотреть, может ли сформироваться клетка, но ничего не функционировало. конечно, кое-каких макромолекул он достиг, но они обламывались, были и другие проблемы, но это не наша тема. Но Фольмерт говорит, что законы формирования макромолекул очень хорошо известны уже несколько десятков лет. Далее он объясняет в этой книге, не существует возможности, это моими словами, тут нет дословных цитат, вам нужно всю книгу прочитать, нет возможности, чтобы молекула ДНК одноклеточного смогла бы образоваться. Это противоречит любому закону природы. А Дарвин говорил, что мы можем все объяснить с помощью законов природы, но он тогда еще ничего не знал об этих макромолекулах, вообще ничего. поэтому название книги гласит то, чего Дарвин знать не мог. Но сегодня мы же можем это знать. Поэтому дальше говорится то, чего дарвинисты знать не желают. Не существует возможности, чтобы могла сформироваться молекула ДНК одноклеточного. А эта ДНК намного короче нашей человеческой. Да? Ей не нужно так много текста построить одноклеточное. чем целого человека. Если включая головной мозг, происхождение жизни само по себе невозможно. Все, что изначально связано с эволюционным учением Дарвина, не функционирует, мои дамы и господа. И это говорю не я. Это говорит Фольмерт. Фольмерт идет еще дальше. Удлинение молекулы ДНК от одного вида животных к другому, так как эволюция шла, как говорится от Амёбы и до Гёте. Тогда же эта цепь должна становиться все длиннее, так это тоже не функционирует. Образование цепей в этом объеме невозможно. Конечно, кое-какие молекулы могут присоединиться одна к другой, может быть, но рост молекулы в том необходимом объеме от одного вида животного к другому невозможен. Теперь одна цитата из этой книги в итоге. Я считаю дарвинизм роковым заблуждением, которое своим беспринятным успехом обязано, как обычно, желанием думать, что центром всего является человек. Еще одна цитата. В самом конце его книги, а потом пойдут дополнения с указаниями источников, с вопросом о происхождении жизни в этом отношении, так же, как и с вопросом о происхождении материи. Когда один журналист спросил однажды Альберта Эйштейна, то он в ответ только указал пальцем наверх. За скромный жест великого физика я привожу также в свете естествознательных аспектов единственно соразмерного ответа на вопрос о происхождении жизни, которая является чем-то большим, чем самоорганизованная материя. Это только один пример. Я уже говорил. Наша тема не эволюция. Одна цитата Вернера Хайзенберга. Еще один человек, которым в Германии можно гордиться. 1901 по 1976 годы жизни он был физик, основатель квантовой лауреат. Первый глоток из чаши естествознания делает вас атеистичны, но на дне чаши ждет Бог. Как видите, это не так, как Долкинс говорит. Тот, кто мыслит, должен быть атеистом. Я имею в виду, это все люди, которые дальше пошли, чем Долкинс. Также в науке дальше. и они могли сказать так, как Хайзенберг. А мы же еще только в 19 веке, во время атеизма. Одно слово о Карле Марксе. 1818 по 1883 годы жизни. Он написал свой фундаментальный труд в 1867 году. Как видите, пару лет спустя, после Дарвина. «Капитал». И эту книгу он хотел посвятить Дарвину, но тот не возликовал, «Ах, Карл Маркс, мой друг!» Он осознал, «Увы, я уже говорил, этот человек находился в смятении, имел время от времени угрызения совести. Куда приведут мои идеи, которые я опубликовал?» И он это посвящение не захотел. Но Карл Маркс, он понял, «Дарвин» это основание для учения борьбы классов. Дарвин мог нас научить. Эволюция в жизни без Бога пойдет так. Сильнейший уничтожит слабейшего, и потом сильнейший может разбиваться дальше. Таким образом, кто слабого защищает и помогает ему, тот является врагом эволюции. Сильнейший должен верхний пласт сбросить, и таким образом будет сделан следующий шаг, ведущий вперед революцию. Революцию марксизма. Тогда в конце концов пойдет бесклассовое общество, где все равны, и все вместе живут в мире, и никто больше не говорит, «Это мое», так как все принадлежит всем нам. Но жизнь Маркса очень интересна. Он произошел из аудейской семьи, из раввинской родовой линии. Но он был в юности убежденный христианин, и он в гимназии даже написал сочинение под названием «Наша связь или связь верующих с Христом». Но потом, после окончания гимназии, он пошел учиться дальше, и что-то там произошло. Мы не знаем, что. Там случился поворот в его жизни. Что-то вошло в его жизнь, и возникла глубокая ненависть к Богу. Он написал очень своеобразный сценарий к спектаклю, в котором есть такая фраза «Я хочу лишь одному отопстить тому, кто властвует наверху». Не правда ли? Когда мы сегодня видим Карла Маркса с его бородой, мы можем сказать «Да, это революционер». Но тогда люди реагировали по-другому. Они знали, конечно, те, кто знал, но тогда можно было знать, что эта форма бороды очень особенная. Так ее в 19 веке носили сатанисты. Мы не можем просто так утверждать, Макс был сатанистом, но имеются различные указания, которые это подтверждают. Могло также быть, что он не был сатанистом официально, но был к ним очень близок. В любом случае, течение его жизни также очень типично соответствует тому, что типично для сатанистов. Так же и сегодня. Страшное расстройство в его семье. Самоубийство двух дочерей и зятей. Это массовость самоубийств очень типичного сатанистов. Смерть троих детей из-за безосновательного недоедания и безнадзорности. И совсем в конце жизни Маркс в безнадежности пишет своему другу Энгельсу, как все-таки бесполезна и пуста жизнь. Страшно. Это очень страшно. Но его идеи имели последствия. 1917 год. Из-за Первой мировой войны дело доходит до революции, февральской и октябрьской революции в России и взятия власти коммунистами, вследствие чего образовывается Советский Союз. Бесчисленные страны будут жестоко подавлены и попадут под кнут реального коммунизма. Но мы должны знать, борьба коммунистов была по существу мотивирована через книгу Дарвина. И, кстати, не только там на Востоке, а также и здесь, в Германии, Дарвин был очень популярен на Первой мировой войне, особенно в военных кругах. И эта мысль, сильнейший уничтожает слабейшего, повлияло на некоторых офицеров. Ввиду вспышки первой мировой войны, это мышление было очень важно в истории мира. Не второй, а также не девятый, первой. Новый феномен, война, в которую были вовлечены все пять континентов, все были затронуты. Итак, из-за русской революции были убиты миллионы людей. В том случае, когда сильнейший водворяется, тогда эволюция движется дальше. фарксистская система. У нас тут имеется теза и антитеза. Например, капиталисты вверху и пролетариат внизу. Из-за тезы и антитезы происходит взрыв, и из-за этого получается новая эпоха, синтеза. Но потом в этой синтезе возникают опять тезы и антитезы, и они должны опять столкнуться, и сильнейший из них на один шаг продвигаются вперед. До того, пока наконец-то не возникнет бесклассовое общество, правоты и мира, без Бога. В 1920-х годах коммунисты в России сказали, а теперь мы уничтожим христианство, потому что это нам как бельмо на глазу. Это привело к систематическому уничтожению миллионов христиан. Они были убиты или сосланы в трудовые лагеря. Но мы немного вернемся назад. Третья персона, которая нам очень важна, это Фридрих Ницше. Годы жизни 1844-й по 1900-й. Ницше был сыном евангелийского сельского священника. Кстати, своего отца он очень рано потерял ребенка и был воспитан в кругу домохозяек. Не особенно простая ситуация, но этот молодой Ницше, который вышел из очень богодуховенного климата, попал под сильное влияние Дарвина. он сделал молниеносную карьеру. Совершенно молодым он стал профессором в университете. Одно из его важных изречений было Бог мертв. Этим он хотел сказать, что Бог однажды жил. Этим он хотел сказать, что в наше модерное время, видите, в 19 веке они себя уже считали модерн. В наше модерное время мысль о Боге прошлое. Так вот, Бог мертв. И в своих рукописях он выражал явную ненависть к христианству. И как раз то, что христианство хочет помочь слабым, он презирал слабость. Для него был важен сверхчеловек. в 1934 году на 1934 году жизни он преждевременно был пенсионирован. Итог его жизни был очень трагичен. Он закончил в душевном умопомрачении. Но был под преданным присмотром, например, своей сестры, ухожен до самого конца. Скорее всего, это душевное умопомрачение было связано с сифилисом, болезнью, которую он приобрел в 20-летнем возрасте, когда ходил в публичный дом. То есть, он также и жил то, что он философствовал. Абсолютных ценностей не существует. Но этот человек в 19-м и 20-м столетиях решительно повлиял на мышление. Ницше был также очень важен для Гитлера. Теперь мы подошли к переходу 19-го столетия 20-е столетия. Рассмотрим следующую важную персону. Конечно, я упрощаю, когда я некоторые важные персоны выхватываю и некоторые важные линии рисую. Так и должно быть в докладе. Нельзя же делать целый цикл чтений. Но у этого упрощения есть хорошее основание. Итак, доктор медицины Зигмунд Фрейд. 1856 по 1939 годы жизни он был иудейского происхождения, но без веры в Бога. В его самохарактеристике была цитата «Полностью и совершенно безбожный иудей или безнадежный язычник». Это очень необычно даже для мирского иудея так о себе говорить. В молодом возрасте он был готов сильно втянуться в эволюционное учение Дарвина. Это отпечаталось его мышление. И в итоге Фрейд повлиял на психологию 20-х годов, как никто другой. Под его влияние попадали люди, которые ничего Фрейда не считали. Для него в его психологии было очень важно понятие сексуалитет. Он учил, что подавление сексуального инстинкта делает человека больным. Ха! Кто же хочет быть больным? Но тогда же были библейские заповеди «не прелюбодействуй». Библейские заповеди показывают нам, что сексуалитет это подарок Бога нам, людям, но в охраняемых рамках брака, между одним мужчиной и одной женщиной. В своей психологии он очень сильно умолял оснащение разума. Это было ударом по голове всех других просвещенных философов. Они говорили, нас ведет рацию, разум. Ах, откуда? Мы же намного больше управляемы нашими склонностями, желаниями, чем рассудком. А тут он, конечно, хорошо наблюдал. Я имею в виду только один пример. Если провести статистику, сколько людей в нашем обществе курят, и процентное соотношение, сколько врачей курят, тогда можно убедиться, это не зависит от профессии. Итак, люди, которые точно знают, что курение человека уничтожает, их рассудок не приводит к тому, чтобы они меньше курили, чем все остальные. То есть, мы будем очень сильно управляемы другими вещами внутри нас. Но это он делал ударение. И пошел еще немного дальше. Отвергая долг и ответственность человека, он акцентировал, что нужно как можно больше переложить на окружающую среду, общество, родителей. Он, конечно, не говорит переложить, но это привело к изменениям в правозащите, не так ли? Если преступник стоит перед судом, он потом будет обследован психологически, и суд говорит, да, посмотрите на этого человека, это у него был такой отец, между нами говоря, я бы тоже таким стал. И посмотрите, на все те условия, конечно, все эти вещи играют свою роль, но это не должно понижать нашу ответственность. Мы обязаны отвечать за свои поступки, даже если мы выросли при несчастливых обстоятельствах. кабаретист Швейцарии, Ротштифт, много лет тому назад очень хорошо изобразил в своем комиксе Хансли опять разбил стекло. И там кабаретисты все вместе поют, Хансли хороший, только удар плохой. Вы не поняли, я переведу. Ханс, миленький Ханс, он-то в порядке, но окружение, вот оно плохое. Но на немецком, литературном, это не ритмуется, поэтому извините за этот алиманский диалект. Хансли он хорош, только ударный Гош. Но Фрейд также говорил, что религия и вера это психическое заболевание. Кто же хочет быть идиотом? Но этот человек в двадцатом столетии очень влиял на мировые массы. В своем письме к Юнгу, одному знаменитому психологу, он писал, «Мой отражайший Юнг, вы пообещаете мне от этой теории о сексуалитете, которая является наизначительнейшей из всего, никогда не отказываться. Мы должны из нее сделать догму, неприкосновенный бастион». Это уже интересно. Человек, который так насмехается над религией и говорит, что эти люди больны, и тут же говорит, «Мы должны из этого учения сделать догму». Ведь сообщалось уже, что догма идет из религии, да? Мы сделаем короткий перерыв. Если вы считаете псалмы в Ветхом Завете, там стоит иногда после нескольких строк села. Это слово на иврите означает сейчас храмовый хор, который пел библейский текст, должен молчать, а левицкий оркестр с инструментами должен выступить вперед. И в это время звучание музыки можно подумать над услышанным. С этой целью мы сделаем пару минут села. Итак, мои дамы и господа, когда мы переходим после 19-го к 20-му столетию, которое Microsoft Эциклопедии в разделе Европа будет определено как страшный 20-й век. Не правда ли? Это столетие двух мировых войн в истории человечества. Первая мировая война с 1914 по 1918 годы, Вторая мировая война с 1939 по 1945 годы. Это столетие больших коммунистических революций и преследования меньшинств. Более чем 200 миллионов убитых в войнах и гонениях мы можем это столетие обвинить. А было это так. Идеи 18-го, 19-го столетия все более и более овладевали массами в начале 20-го века. В западном мире все, что раньше было мышлением интеллектуалов становилось все более и более мышлением масс. Итак, для 20-го века на Западе была очень сильно характерна дезориентация. Нельзя было понять, где справедливость, а где несправедливость? Через отчуждение нестабильности, разложение ценностей и так далее. и после Второй мировой войны, вследствие которой родители должны были много работать, чтобы вообще имелось что-то поесть. так прошли 50-е годы, но многие молодые сказали себе в 60-х годах, что это такое вообще, работать и работать, каждый хотел как можно больше зарабатывать, и было так, что в 60-х годах миллионы из молодежи были действительно разочарованы следствиями научного развития. И правда ли, философы просвещения говорили, с нашим мышлением мы все можем дальше развить, и в итоге сможем даже создать мир во всем мире. это Эммануэл Кант нам пообещал, что силой разума мы можем решить конфликты. И это же так просто. Если у нас какая-то проблема, то мы можем сказать, хорошо, ты хочешь это, я хочу то, и так, сделаем 50 на 50, половина так, половина это, и у нас будет мир. Так полагает разум. Но это все не осуществилось. Были две мировые войны, тогда в ходе Первой мировой войны было введено химическое оружие, потом в ходе Второй мировой войны атомная бомба, а потом пришло время холодной войны, постоянное нахождение под угрозой, что атомная бомба может разрушить Европу. В 60-е годы, то были годы войны во Вьетнаме, все спрашивали, да что же это в конце концов такое, и становилось ясно, куда ведут научные и индустриальные достижения, в ущерб и загрязнение окружающей среды. Итак, миллионы молодежи были разочарованы рационализмом. Использование разума ведет в ущелье. Многие захотели убежать в другой мир, иррациональный, где не господствует разум. Кстати, интересно, если вы посмотрите на жилопись 20-го столетия, там можно часто видеть, если еще будет предметно нарисовано, как головы, зачастую гораздо меньше туловища, слишком малы. Это как раз и выражает отступление рацию, разума. Другое должно стать важнее. И как раз в 60-е годы этот совсем новый вид музыки, рок-музыка, сделал широкий пролом во всем мире. Это было время Битлз и Роллинг Стоунс, музыка с постоянно остающимся в голове боем, который никогда не варьирует, который, подобно мотору, остается постоянным. Это была мерзость прежней музыки. Тогда должно было в ритме дыхания снова и снова изменять, иначе отключится рассудок. И это также против природных ритмов организма. они также протекают в периодах и вариациях. Музыка с протоптывающим боем в основе. Тогда они поняли, это как раз то, это та музыка, которая нам необходима, с которой можно оторваться и отключиться. Прежние рок-музыканты в 60-х годах поражались, почему люди так с ума сходят, когда они нас слушают, что все-таки происходит. И тогда начали интересоваться другими возможностями, как можно еще уйти в рациональный мир. Они начали экспериментировать с наркотиками. Наркотики имелись с древних времен, но почему-то тогда не было проблемы с наркотиками. Это было тогда заново открыто. И такие музыканты начали экспериментировать, петь также в некоторых песнях об этих опытах, и тем самым заражали своих фанатов. И тогда пошла наркотическая волна, и она до сегодняшнего времени прекращается. Да, в Швейцарии политики говорят, что за мерзость, мы эту проблему не можем решить. Особенно тяжелым, норкозависимым мы оплатим героин. Да тут какие-то люди сошли с ума, или это же невероятно. Тогда проснулся также интерес к восточным религиям, стало реальным также без наркотиков делать эти иррациональные опыты с помощью медитации, а также оккультизма. Он тоже стал интересен для масс. Эзотерика, движение новой эры процветало, движение шестидесятников, в особенности революция 68-го года. Это был сознательный разрыв с ранее установленными ценностями. Говорили, зачем нужны все эти правила о сексуалитете? Мы должны быть свободными от них. И Фрейд нам объяснил, мы будем больны, если будем придерживаться таких правил. И так говорилось, что человек должен быть свободным в сексуалитете, и он может партнеров менять, как хочет. И прелюбодеяние это не такое что-то плохое, оно тоже относится к этому. гомосексуализм это просто другая форма, и во все услышание требовалась ликвидация браков, как установленной формы или модели. Нужно развивать новую форму сожительства, такую, как коммуны вместо семьи. Это прошлое, это было христианство. Прерывание беременности это право женщины. Пропагандировалось антиавторитарное воспитание. Хензель все же прав, он хороший, дети они добрые сами по себе, в них заложено хорошее зерно, они сами знают, чего хотят, и они обязаны сами решать и сами воспитываться. Мы смогли немного отвлечься, оглянуться, более чем на 40 лет, на движение 68-го года, и это было только начало, и продолжается до сегодняшнего дня. Движение 68-го еще не прошло, и еще сегодня мы говорим, проблема наркотиков неразрешимо. 50% браков заканчиваются разводами, мы привыкли к печь век семьям, чтобы вы знали, что под этим подразумевается, и так девочка сказала, это мой полубрат, а раньше я жила еще с другим братом, но теперь он живет у третьего друга моей мамы, и так далее. Это печь век семьи. Что происходит с детьми? Они не будут счастливы в таких обстоятельствах, они будут дестабилизированы, и не знают точно, кому я принадлежу. И дети уже было 11 часов ночи, и они обращаются к папе, но они говорят, не папа, а Джон, когда я должен идти в кровать. Они не знали, что и как, и все ждали, когда же родители наконец-то скажут, даже им надо в кровать идти. Громадное вовлечение дестабилизации детей это распространенное чувство бессмысленности среди юношистов в школе. Это действительно проблема. Но это же логично, если учителя говорят, мы точно знаем, благодаря науке, мы незапланированные существа. Это не Бог, который нас хотел. Есть люди, которые я уже это испытал при душе победительстве, утверждают, моя мать меня не хотела. Никогда. Страшно такое высказывание. Но это зачастую не соответствует действительности. Я потом еще с матерью поговорил, и все выглядело немного по-другому. Но есть люди, которые совсем право могут утверждать, моя мать, мои родители меня не хотели. Но христианин, если даже так и есть, может сказать, даже если так и было, ты должен знать, Бог тебя хотел, Он тебя спланировал, как создатель. Но детям в школе этого не говорят. вы, биохимические машины, образовавшиеся случайно. Тогда школьники уже сами доводят до конца. Без того, чтобы это суметь сказать осознанно, тогда у нас нет смысла и цели. И сегодня мы можем оглянуться на культуру прерывания беременности. 30 лет прерывания беременности означает уничтожение более 1 миллиарда детей во всем мире. ООН говорит, что в мире ежегодно прерывается 40 миллионов беременностей, то есть каждая четвертая заканчивается убийством ребенка в утробе матери. И сегодня мы видим драматический рост. В Швейцарии говорится о ИФАУ получателях, то есть получающих инвалидную страховку, как следствие модерного образа жизни. Это отличное устройство людей, которые действительно находятся в нужде, в любви, что они такое пособие от государства получают. Как много говорится сегодня, будьте свободны в любви, это вас сделает счастливыми, иначе вы будете больны. Тогда наше время должно быть психически здоровое время, так как в вопросах этики это самое малорепрессированное мое общество. Но это как раз совсем наоборот. мы видим рост депрессии, как народную болезнь. Мы видим это тема табу, постапортный синдром. Множество женщин страдают от страшных последствий прерывания беременности, но кто-то же им говорил, можете прерывать, нет проблем. А сейчас, кто им поможет через годы, которые прошли? Это большая, большая нужда. проблема со спидом, гепатитом В и С, тоже частично связана со стилем жизни, но лишь частично. И это распространенное чувство бессмысленности и обесцененности. Когда вы с людьми разговаривали в 19 веке, я не жил в 19 веке, но это видно из литературы. Люди никогда не задавались вопросом, чего я стою? Это вообще был не вопрос. Но они себя спрашивали, как можно было бы искупить мою личную вину? Как я могу прийти в ясность согласия с Богом? Но сейчас это не то, что характеризует наше общество. Сегодня задаются вопросом, что я стою? Кто я вообще-то? Но мы уже читали вместе притчу о блудном сыне? Я хочу немного вернуться назад. Я прочитаю еще раз с самого начала Евангелие от Луки 15, 11. Он Иисус Христос сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там растащил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, славой. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. мы видим, сын, который эмансипировался от отца, жил так, как он себе это представлял. И в итоге он заканчивает возле свиного корыта. Если рассмотреть историю страны заходящего солнца, от эмансипации, времени просвещения, через 19 век атеизма и потом страшный 20 век, со всеми последствиями, можно сегодня в первых годах 21 века сказать, мы действительно пришли к свиному корыту. Это большая нужда. Но это и шанс, так как из этого следует то, что в 17 стихе стоит. Но придя же в себя, он начал совсем по-другому о себе думать, в том числе в том ключе, в котором он раньше никогда не делал, когда он был еще рядом с отцом. И в итоге появилось желание вернуться домой. Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. как встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец, и сжалился, и побежал, пал на шею, и целовал ему. Сын сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Как все-таки прекрасно. Сын осознает положение, и он говорит себе, я хочу вернуться домой, обратно к отцу, от которого я тогда недостойно эмансипировался. и я хочу это признать перед Богом, сказать, я согрешил против неба. И прекрасно, что есть некоторые люди, которые так говорят. Но на самом деле не обязательно, что они порывают с этим. А тут в притче мы видим, этот молодой человек на самом деле поднимается и идет. Он встал и пошел к отцу своему. и когда он был еще далеко от своего отца, увидел его отец. Почему? Отец он постоянно ждал. Все это время, он, видимо, в притче время от времени приходил на место обзора. Идет он или нет, опять ничего. Он должен был уже отчаяться после стольких лет. То и дело туда ходить. Придет он или не придет. Вчера тоже так было, позавчера так же. Он не приходил. А тут стоит и увидел его, идущего, отец далека. И, поглядите на реакцию этот отец, разве это разгневанный отец? отец. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. Но, подбежав к нему, пал на шею его и целовал его. Отец ждет и сочувствует всем страданиям, которые он пережил. Кто-то может сказать, он сам виноват, а отец сочувствует, сжалился. Где же люди, которые сегодня сопереживают другим? Мы видим это в нашей церкви, в нашей местности. Там многие люди пришли к вере, у которых в жизни все было переломано. Они к нам как в лазарет приходят. И если в чем-то нуждаются, то могут зарегистрироваться, переговорить о своих нужных. Можно им посоветовать. Есть такие, которые просто слабые. и им время от времени необходимо ободрение. Мы тоже смотрим, чтобы не говорить приходите регулярно к душепопечителю. Нет. Только если что-то действительно важное. Это обсуждается, но мы следим, чтобы они как можно быстрее становились самостоятельными. Нельзя допускать возникновения зависимости от душепопечителя. Но поддержка, помощь. Это страдание все-таки разделяется. И так же, как люди со временем делают шаги вперед, это видно. И возникает совсем новая жизнь, которая раньше была разбита. Она станет стабильной и счастливой. был один, я не знаю, три или четыре раза женат, потом жил еще с какой-то вместе. Сегодня стабильный брак. И это действительно впечатляюще, такое видеть. Это возможно. Как тут показано, обратно к отцу. И отец стоит здесь, обнимает и целует его. и сын не будет просто таким романтичным в этой ситуации. Остается в реальности. Отец я согрешил. Он не уходит от этого. И это очень важно. Если у нас есть желание вернуться к небесному осу, к этому Богу, от которого мы удалились, мы должны знать, он уже давно ждет, сжалившись над тем, что мы пережили в нашем прошлом. И Он хочет, чтобы мы пришли. Но тогда и мы тоже должны сказать, я согрешил. И это конкретно в молитве к Богу, без посредников. Душевопечитель, конечно, может помочь, но не обязательно. Мы можем прямо в личной молитве предстать перед Богом и сказать, смотри, я это сделал, и я знал, что это грех. Это сделал, и мне стало ясно, это вина перед Богом, перед тобой. Прости меня. И потом поблагодарить Бога за то, что Иисус Христос для этого умер. Я читаю дальше в притче. А Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откомленного теленка, и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Всю загаженную одежду он может снять. Заслужил ли он это? Нет. Что он мог принести? Собственные достижения? Нет. Единственное, что он мог принести, это я согрешил. Но Отец дает ему самое лучшее платье. Это как раз то, что мы читаем в послании к Риминам 5, 1. Там стоит. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И это выражение, оправдавшись, в греческом это форма аурист. Значит, совершенное действие прошедшего времени. Если кто-то в Иисуса Христа верит, то Бог говорит, этот человек праведен, потому что он ему всю вину прощает. что еще остается, если наша вина всей нашей жизни прощена? Тогда мы только праведны. Или если всей грязи больше нет, это фантастично. И в подарок платье, лучшее платье и кольцо. Что особенного в конце? В кольце. Где кольцо начинается и где оно заканчивается? Это прекрасный символ вечности. И Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И Бог дарит вечную жизнь. Кстати, это значит, вы читаете Библию скрупулезно, Библию надо читать точно, дабы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это настоящее время. Вечная жизнь как собственность. Тогда можно утверждать, «Я имею вечную жизнь». Это же высокомерно. Нет. Апостол Иоанн, святой апостол Иоанн в первом послании 5, 12 пишет, «Сие написал я вам, верующим, в имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Апостол Иоанн написал, «Чтобы мы знали, что мы имеем вечную жизнь через веру в Иисуса Христа». И потом сандалии ему на ноги. Опять имеется фундамент. Потеряв всякую ориентацию, можно снова получить прочный фундамент, где имеется твердость при ходьбе. Бог желает праздновать, «Сын мой был мертв и ожил». это же превосходно. Это лучшая весть, которая только может быть для каждого общества, для каждого мира. Это возвращение к Отцу не что иное, как обращение. в пророческой книге Иезекииля, Верхом Завете, 33,10, стоит. Вы говорите так, «Преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них. Как же можем мы жить?» И потом идет ответ, «Скажи им, «Я живу», говорит Господь, Бог, «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего, и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?» Бог говорит, что Он хочет нашу жизнь. Беззаконники это только, не только к преступникам относятся, а к людям, которые жили против Божьих заповедей. Бог говорит, «Обратитесь, обратитесь». Такой настойчивый зов Господь Иисус все сделал хорошо на кресте Голгуфы. Он пожелал взять на Себя заместительно вину всей нашей жизни. Бог его наказал, Бог его оставил на кресте, чтобы он вечно был у нас. Если мы нашу вину в молитве к Божьему Сыну признаем, а также в имя Сына Божия верим, такая превосходная весть для такого модерного мира, постмодерного или современного мира, это наше большое желание. Все, что тут сказано, передать дальше. И я надеюсь, что каждый, кто еще не имеет мира с Богом, это возвращение к Отцу, еще не пережил, что Он этот опыт может сделать. Многие здесь уже этот опыт испытали, и я знаю об этом. Это прекрасно. Почему сегодня не прийти? Бог зовет. Я благодарю за внимание. Ответы на вопросы. 6 января 2009 года, 15 часов дня. Вопрос 1. Что сейчас происходит в секторе газа? Расскажите поподробнее. Вопрос 3. Продолжение следует... В шестидневную войну в 1967 году Израиль отвоевал сектор газа. Это был ответ на то, что соседние страны, Египет, Иордания и Сирия вместе со своими союзниками хотели Израиль полностью стереть с лица земли. Итак, они тогда с Египта, сектор газа у Египта отвоевали. Раньше это была территория Египта. Также западную Иорданию они отвоевали у Иордании, а Куланские высоты у Сирии. И это должно было стать буферной зоной для безопасности против Египта. Сектор газа против Иордании, западная Иордания и против Сирии Куланские высоты. Тогда Израиль начал строить поселения на территории сектора газа. Это должно было привести к тому, что определенная часть буферной зоны останется даже если большинство территорий из сектора газа отдадут Египтянам обратно. Но эти поселения просуществовали лишь до 2003 года, когда правительство Израиля, Шарон, уступил мировому давлению и сказал, ладно, уберем поселение и отдадим весь сектор газа палестинцам обратно. Так и сделали. Тогда началась эта проблема с ракетами. И как раз и с той области, где раньше были эти поселения. Это было идеально для того, чтобы обстеливать ракеты в центре Израиля. Начиная с этого времени, палестинцами было пущено более 10 тысяч ракет. Правда, в прошлом году было несколько месяцев перемирия с Хамасом в секторе газа. Но в середине декабря Хамас перемирие прекратил. Израиль сказал, давайте мы продолжим. Нет, мы больше не хотим перемирия. И тогда Израиль сказал, тогда мы должны договориться. И до того, как начнется катастрофа. То есть, Хамас связан с Ираком, который сейчас стоит, строит атомную бомбу. А иранцы, они очень хитрые. Я имею в виду правительство. Народ за ними, скорее всего, не стоит. Иран, он очень хитрый и связан также с Хизбулла из Либанона. Таким образом, они хотят окружить Израиль тремя фронтами. И Израиль знает, сейчас время, когда Иран получит атомную бомбу. И если мы туда пошлем самолеты, чтобы атомные станции уничтожить, Хамас нам ударит в спину с сектора Газа. А из Либанона Хизбулла обстреляет ракетами. И до того, как мы эту атомную проблему в Иране затронем с помощью оружейного превосходства, приведем к исчезновению, мы должны ракеты из сектора Газа вывести. А они имеют 80-километровые туннели подземные, которые так сделаны, чтобы их бомбами нельзя было разрушить. И поэтому сейчас туда пошли пехотинцы, наземные войска. И их цель разрушить все эти подземные туннели. И все эти ракеты, которые туда завезены при поддержке Ирана, чтобы все эти туннели исчезли, именно это и есть, это ужасная ситуация. Следующий вопрос, пожалуйста. Я повторю вопрос. Почему сегодня в школах эволюционные учения Дарвина прокламируются, но ученикам о жизни Дарвина не так много рассказывается? Причина в том, что в нашем обществе господствует мнение, что эволюционные учения – это неоспоримый факт. И так всем этим вещам обучают. Имеются также учителя, которые критически к этому относятся. Они также на уроках представляют критические взгляды. У меня в гимназии был учитель химии, который был грижный доктор наук, но как хобби давал уроки в гимназии. Он был не христианин, но он нам объяснил, почему он случайную эволюцию верить не может. Они имеются, эти учителя, но их меньшинство. И не правда ли? Даже если кто-то в этом убежден, то он не хочет непременно рассказывать об этих невыгодных вещах. И поэтому в общеобразовательных школах, на уроках в Германии, а также и в Швейцарии, и в других странах это будет представлено как факт. А те доводы, которые наверняка указывают тут проблема огромная, фундаментальная, об этих вещах не будет говориться. Но тогда нужно более открыто протестовать. Так нельзя. Мы же не можем так однобоко преподавать. Это же вообще не педагогично. Педагог должен показывать различные аспекты, показать и противоречия, и противоречивые мнения. И тогда ученики могут сами решить. Это же несправедливость. Но мы не можем так просто обвинить в этом школьных учителей, так как они сами так же однобоко обучались. За этим стоит целая система. Но нужно иногда также защищаться в дружелюбной форме, говорить так нельзя. А также приносить учителя митературу, от ученых, представляющих как раз другую точку зрения. Бывают даже учителя, которые говорят, о, прекрасно, это же так здорово, что такое, что такие вещи есть. Следующий вопрос, пожалуйста. Какие же это книги, которые мы можем дать этим учителям? На столике, в прихожей, вы найдете целый ряд книг, критикующих эволюцию. Подойдите потом к столу, это вопрос уже решен. Имеется союз ученых в Германии. Этот союз называется «Слово и знания». Зайдите в интернет «Слово и знания», и тогда вы увидите хоумпейдж и много предлагаемой литературы. Там есть замечательные вещи. Имеется даже учебник для гимназии, который называется «Эволюция». И там эволюция критически разобрана. Очень четко показано, как аргументируют те, как аргументируют другие. Можно обе точки зрения преследить, и так должны потом преподаваться. Да. Пожалуйста, следующий вопрос. Не обязаны ли учителя придерживаться учебного плана? Им нельзя обучать другой стороне. Я не могу, конечно, только о Швейцарии сказать. Но это так. Существует учебный план, и имеется также практика. Но то, что в учебном плане есть, нужно дать, преподать. Но если кто-то дает чуть-чуть больше, чем стоит в учебном плане, это вообще-то не должно быть проблемой. тут нужна просто инициатива учителя, чтобы он чуть больше принес, чем то, что стоит в учебном плане, то, что рекомендуется. И если возникнут небольшие проблемы, то можно сказать, хорошо, мы же живем в открытом обществе, где мы разговариваем друг с другом, где мы можем рассмотреть различные точки зрения. Один маленький пример. Один из моих сыновей, второй по старшинству, учился в общеобразовательной школе. Он хотел на уроке французского держать доклад. Можно было выбрать любую тему, и он выбрал тему «Критический подход к методам датирования в эволюции». Сегодня он студент ИТА в Цюрихе, изучает естествознание, это лучший университет естествознания в Швейцарии, но он уже тогда интересовался этими вещами. И тогда учительница французского языка пошла к учителю биологии, и он сказал «Не разрешайте этого! Он всех учеников запутает! Если они такие вещи услышат, что эволюция не может быть верной!» И учительница французского сказала ему «Нет, эту тему ты не должен разрабатывать». И это произошло пару лет назад в просвещенной Швейцарии. Да, еще один вопрос. У меня есть еще пять минут времени. Мы имеем пять минут времени. Да, здесь? Я повторю вопрос для тех, кто еще не слышал. Проблема не в том, что в Германии можно было бы обучать критику эволюцию. Проблема больше в том, что литература, которая против эволюции, зачастую научно не признана. литература, которая научно признана. И вы говорите, что у вас проблема. Вы говорите, я должна иметь литературу, которая научно признана. и она имеется. По-немецки и еще больше по-английски есть научно-популярная литература, чтобы широкий круг читателей эти книги мог тоже понять, но есть также очень много предметной литературы, которая также критикует эволюцию. Это вы можете этим воспользоваться. есть множество ученых, которые в своей области во всем мире признаны. И если вы с этими книгами придете, я сегодня только один пример привел, Бруно Фольберг, это авторитет в Германии и во всем мире. Тут вы пройдете, вы должны пройти. может быть еще один вопрос? Пожалуйста, мне кажется, так выглядит, что все довольны. Нужно же уже когда-то подойти. Да,